Во второй половине 30-х годов уже всем очевидно было приближение войны. Может быть, не знали в какой форме, какие альянсы сложатся, но очевидно было, что Советскому Союзу угрожает война. Об этом и Сталин говорил об угрозе реставрации капитализма извне. Вроде бы им надо было поддерживать единство партии любой ценой. 1937 год. Это в рамках поддержания этого единства было или что это было? Это, естественно, один из самых трагических сюжетов, такой вызывающий наиболее острые, наверное, споры, в том числе тут и психологических моментов много. Ну, если вкратце, как известно, конец 20-х годов, все оппозиции разгромлены, принадлежность к ним официально объявлена несовместимой членством в партии. Вот. Большая часть оппозиционеров после этого капитулировала, сказала, что все, мы там предыдущие свои взгляды и работу осуждаем. Небольшое меньшинство, в первую очередь, членов Татскийской левой оппозиции, пыталось вести подпольную работу, организовывало свои группы, но почти все они были быстро ликвидированы, их участники либо опять же капитулировали, либо оказались в ссылках и в заключении. И вот 34-й год, очередной 17-й съезд, который был назван съездом победителей, потому что, казалось бы, все, все оппозиции разгромлены, целый ряд видных деятелей различных оппозиций на этом съезде выступил, значит, с такими речами, что все, мы там поняли, какой гениальный был Иосиф Виссарионович, мы там поняли, какими мы там оппортунистами были, борясь против него. Вот, Троцкий где-то к тому времени уже выставлен за границу, и его бюллетень оппозиции до Советского Союза не доходит, никакой массовой базы внутри нет, казалось бы, все. Ну и тем не менее, как мы знаем, 1 декабря 34-го года, убийство Кирова, после чего начинаются массовые аресты бывших оппозиционеров, и постепенно раскручиваясь, эта кампания доходит до массовых репрессий 1937-38-го годов. Ну и таким самым распропагандированным центром этой репрессивной кампании становятся московские открытые судебные процессы. Три процесса, на котором бывшие видные деятели партии, большей частью оппозиционеры, тоже выступают с речами, что да, мы там стали контрреволюционерами, сговорились с западными разведками, и наш советский народ заслуженно должен уничтожить. Так, ну, во-первых, сразу надо сказать о достоверности вот этих основных обвинений, что якобы остатки оппозиции стали агентами иностранных разведок, развернули террористическую борьбу, хотели, значит, реставрировать капитализм. Абсолютно нет никаких доказательств, что реально вот это все было вот так, как изображала советская пропаганда. То есть Троцкий за границей, продавшийся фашизму, и вот он, значит, своим сторонникам Советском Союзе рассылает директивы о том, что надо убивать советских вожде и совершать таракты. Понятно, сейчас много сталиницких групп, различных блогеров, которые, да, пытаются до сих пор утверждать, что да, конечно, так все и было, Троцкийзм дошел до фашизма. Ну, сразу надо сказать, чушь это. 85 лет прошло, почти уже 90, абсолютно нет никаких документальных доказательств, что реально вот была эта контрреволюционная организация бывших оппозиционеров во главе с Троцким, которые, значит, взорвали, убивали и занимались антисоветской деятельностью в Союзе с капиталистическими странами. То есть никаких абсолютно нет, ни этих директив Троцкого, абсолютно ничего такого в руки советских спецслужб не попало. Ну и деятельность Троцкого известна в эти годы, о ней, скажем, еще ниже. Но самое главное в том, что вплоть до своей гибели Троцкий отстаивал, что Советский Союз является рабочим государством, и поэтому при всей борьбе против верхушки партии троцкисты, сторонники Четвертого интернационала, должны быть на стороне Советского Союза в его борьбе с империалистическими государствами. То есть прогрессивное это начало, заложенное Октябрьской революцией, оно существует, и тех, кто был с этим не согласен, Троцкий, известно, жестко критиковал и выгонял из Четвертого интернационала. Самые главные обвинения советской пропаганды этих лет, они являются выдумкой целиком и полностью, какова бы уже была реальная подоплека. Ну, во-первых, да, действительно, можно говорить о том, что многие бывшие оппозиционеры, которые капитулировали, они капитулировали неискренне, у них сохранялись оппозиционные взгляды. Ну, вот там известны премьеры того же Каменева и Зиновьева, которые капитулировали несколько раз, тем не менее, иногда там возвращались с каким-то, во всяком случае, обсуждением какой-то оппозиционной литературы. Да, действительно, в начале 30-х годов образуется ряд подпольных оппозиционных групп, где вместе и бывшие члены левой оппозиции, и члены правой оппозиции. Самая известная такая группа, это так называемый Союз марксистов-ленинцев, который действовал несколько месяцев в 32-м году, и возглавлял его Мартемьян Риутин. Известный большевик, который в 20-е годы был таким прямо яростным сторонником большинства, сторонником жестких репрессий против троцкистов. Но потом примкнул к правой оппозиции, лишился, значит, высокого поста в московской организации, и вот создал группу. Вы никогда не думали, что можете зарабатывать с помощью нейросетей? На позициях, близких к Троцкому, тоже критиковало советское руководство, во-первых, за подавление партийной демократии, во-вторых, за высокие, как и не считали, авантюристические темпы коллективизации и индустриализации. И вот вообще в эти годы, в первой половине 30-х, происходит определенное сближение бывших сторонников Троцкого, не сдавшихся, и сторонников правой оппозиции. Как раз на базе, что и те, и те выступали за свободу критики, за восстановление ленинских норм, как они говорили, и, во-вторых, считали, что коллективизация проводится авантюристически, что это ведет к жесткому критику сельского хозяйства, к голоду, ну, под чем, как известно, были основания. Образуется ряд вот таких оппозиционных групп. Одна из них, во главе с Иваном Смирновым, знаменитым красным командиром, устанавливает связь с Троцким за границей, через его сына Льва Седова, который жил в Берлине, и сдавал бюллетень оппозиции. И да, действительно, в это время вот сближаются позиции, значит, группы Рютина, бывшего Бухаринца, группы вот троцкистов, еще ряда групп оппозиционных, и Троцкий был в курсе, и дал добро на определенные сближения и контакты. Почти ничего эти группы сделать не успели, все они были разгромлены в конце 1932-1933 году, оказались в заключении, в ссылках. Ну, собственно, вот именно эти события стали таким прообразом вот этого вот права троцкистского блока. Якобы там все оппозиции объединились на базе борьбы там за реставрацию капитализма в союзе с западными разведками. То есть как бы дыма без огня действительно не было, но дым и огонь были уж очень опосредованы. Вот, то есть, да, с одной стороны фактор, что вот какие-то мелкие группы, которые к тому же заближаются, действительно были. Но, кроме того, прямо скажем, в 1936 году, значит, принимается новая конституция, официально объявлено, что социализм победил в Советском Союзе. Скажем так, реалии жизни в Советском Союзе в среде 30-х сильно отличались от того, на что большевики рассчитывали в 1917 году, как рисовался социализм в первые годы советской власти. То есть понятно, что, ну, можно сказать, что никакого отмирания государству было и невозможено в тех условиях. Но в то же время на новой уже социалистической основе существует материальное неравенство, существует значительный разрыв в оплате, в уровне жизни между различными слоями. Значительная часть советского народа, скажем так, балансирует на грани голодной жизни. А в 1933 году, прямо как известно, массовый голод. Значительная часть живёт, значит, в бараках, в очень таких скудных жилищных условиях. И понятно, что в то же время чиновники, руководители живут совсем по-другому. Хотя и можно сказать, что да, они там зато пашут круглые сутки под угрозой расстрела во времена Сталина. Тем не менее, социальная проблема сохраняется. И, собственно, потенциально всё это вело к возможности массового разочарования в коммунизме и к взрыву, что там через несколько десятилетий накопилось. Ну и действительно, поэтому можно сказать, что в Советском Союзе сохранялась база для возрождения коммунистической оппозиции, для какого-то массового движения под лозунгом, что идеалы октября преданы, социализм совсем не тот, на что мы надеялись 20 лет назад. Поэтому советское руководство, как сейчас понятно, пошло на такую массовую расправу над всеми остатками оппозиции, в первую очередь как раз коммунистической. И кроме того, как пишет, например, либеральный историк Олег Хлевнюк, который при всех своих антикоммунистических взглядах автор ряда важных работ, что большому террору, массовым репрессиям советское руководство стремилось придать характер своего рода антибюрократической революции. То есть массово арестовывались, расстреливались не только бывшие оппозиционеры, но и, например, текущие партийные руководители. И тут обнародовались вполне реальные факты, как они незаконно обогащались, какая была коррупция, какой они там создавали вокруг себя культ личности, зажимали критику. А надо сказать, первая половина 30-х годов это было время, когда создавались такие местечковые культы. Например, первый секретарь Уральского, потом Свердловского обкома ВКПБ был такой Иван Кабаков, кстати, старый большевик. Именем его был даже назван город на Урале, Надеждинск, стал Кабаковском, который сейчас серов. То есть, и вот как раз вот эта социальная проблема материального разрыва, которая вызывала возмущение, вот советское руководство таким образом выпускало пар. Что вот все эти, значит, воры-коррупционеры арестованы, расстреляны. И они все троцкие строят. И одновременно полностью уничтожить оппозицию. Чтобы прямо закрепить в советском массовом сознании, что любой, кто будет говорить, что я коммунист напротив Сталин, это фашист. И еще там даже хуже фашиста, как пропаганда любила говорить. То есть вот. И да, конечно, мы теперь должны понимать, что люди, которые были марксистами, были коммунистами, да, они пошли на такой массовый обман советского народа и всего мирового сообщества. На такую вот манипуляцию, на такое вопиющее злоупотребление огромным авторитетом Советского Союза, Советского правительства, который тогда реально был в базе огромных успехов в индустриализации страны и в социальном прогрессе. И опять же это к вопросу о том, насколько вредна система, где никакая открытая критика невозможна, где считается, что руководство всегда право, а ленинский ЦК никогда не обманет. Вот оказалось, что критиковать некому, грубо говоря, хватать за руку некому. И вот советское руководство решило пойти таким лёгким путём, что всё, никакой оппозиции, никакой внутренней критики у нас теперь не будет, она не будет нам мешать, как они считали, больше не будет угрозы раскола партии. Ну и сейчас, конечно, сложно понять, что у них было в голове. И не могли же они не понимать, что когда-то правда откроется, это будет огромный удар по авторитету и Советского Союза, и партии, и коммунизма в целом. Но, видимо, они считали, что история их оправдает, а зато мы всех победим, мировой империализм, и потомки скажут, что всё было правильно. Ну, это так уже догадки, но вот факт остаётся фактом, да, действительно, это был обман. Путешествовать по всему миру и жить в своё удовольствие легко, когда не нужно.